Так, ну что, дорогие друзья, сейчас я вам покажу одну вещь, которая меня удивила. Я тут недавно ударился в минимализм, решил прибраться у себя везде, все повыкидывать по возможности. Я нашел вот то, что я не выбросил, а я собирался выбросить. Когда-то я торговал такими вещами, правда, я не знаю, он у нас магнитный или нет. Не магнитный, значит, она латунная. А это у нас позолоченный, но я не продавал, потому что, если вы видите, здесь треснуло. То есть, мне это просто не надо. Точнее, никто просто не купит, вот и все. Поэтому я так отложил, может, выкину, может, кому-то подарю, не знаю. Ну вот, практика почти 5 лет показала, что не стоит хранить в таких вот пакетиках слитки позолоченные, посеребряные, да и вообще какие-то дорогие монеты. В таких вот зип-блок, раз, постараюсь намного-много ближе показать. Во! Обратите внимание, как все окислилось. Все потому, что она хранилась вот в таких вот пакетиках. Если можно это назвать гуртом, давайте и гурт заодно посмотрим. Ну да. Ну это по серебро, то есть, это то, что я собрался выкинуть. Теперь, теперь давайте посмотрим, как сохранилось за тот же промежуток времени, там, за год, за 4, за 5, вот такой позолоченный слиток. И это была капсула, тоже в основе латунь. Сейчас мы проверим. Нет, магнитится, значит, это железо. Ужас. Скорее всего, железо покрыли каким-то латунным покрытием, а сверху уже золото, потому что по-другому золото на железо не ложится. Будет отскакивать разные свойства у этих металлов. Так, ну вот, собственно, вот он, золотой этот позолоченный слиток. Так, вот что с ним произошло за года 4, наверное. Передняя и задняя стороны как бы нормальные, даже зеркало осталось. Или так пригодится. Но вот, зато, почернела вот эта часть. Может быть, здесь маленький слой был этого золота, поэтому она и проявилась в первую очередь. Производители в Китае пишут, что здесь покрытие около 5 микрон. Кстати, если вы запутались с размерностью, то представьте, что в 1 миллиметре 1000 микрометров. То есть, 5 микрон означает толщину в 1,02 миллиметра. Как лучше хранить? Ну, вот самое оптимальное вот так. Вот, вот так. Это самое оптимальное. В холдерах, неважно, они самоклеящиеся или холдеры, вот такие вот на степлер посажены. В таких листах для альбомов. Это самый такой оптимальный, распространенный. Если у вас монета немалоценная, да, там, любая монета в состоянии ансе, даже регулярного чекана, лучше хранить вот так вот в капсуле. Это у нас, я скажу, 99-го года, Санкт-Петербургский монетный двор, да. То есть, лучше всего вот так. Монеты ансе хранить в капсулах, это самое лучшее, но он не самый, как бы, дешевый. Монеты малоценные, да. То есть, это копейки, там, 80-х, 90-х годов, начала 90-х. Ну, можно в таких вот листах, потому что они, конечно, не самый лучший вариант. Это не долгосрочное хранение. Все равно даже видно, если присмотреться, это, вот это кольцо, естественно, от окисления остается. Даже вот здесь, даже видно. То есть, монеты все равно портятся. Они здесь лежат у меня года два с половиной. Так, чтобы не сбрехать вам. Ну, это, как бы, практика у меня за несколько лет. Да, раньше я жил на Шверникова улице. Вот почему я достал вот эти вот слитки, копии слитков китайских, потому что они у меня пролежали в этом конвертике. А он у меня датирован, вот, если вот так закрыть, 26 июня 2013 года. То есть, минимум 4 года у меня пролежали эти монеты, да. Как показала практика, вот, лучше всего в капсулах хранить раз. Да, и в таких пакетиках ни в коем случае нельзя их хранить долго. В таких пакетиках можно только транспортировать и недолго хранить. Ну что ж, я думаю, сегодня обзор закончен. Ставьте лайки, обязательно проверьте, подписаны вы ли вы на канал или нет. И до следующего видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok